Теперь обо всем поподробнее. Госаднотехнадзор выявляет нарушение чистоты в частном секторе. Малаховка и Красково вновь попали под прицел сотрудников ведомства. Чтобы проверить, есть ли изменения в работе по сравнению с прошлым годом, в рейд с ними выехала и наша съемочная группа. Сейчас мы с вами двигаемся по Красковскому шоссе. Это одна из наиболее проблемных моментов было в городском поселении Малаховка. То есть вот на этом перекрестке был навал мусора у нас. Сейчас мы с вами следующий увидим. Мы также просили на сторону Малаховского шоссе. И там мы тоже посмотрим, что у нас произошло. Навалы мусора в частных секторах. Знакомая многим проблема. Борьбу с жителями, которые не платят за вывоз мусора, но выносят его куда захочется, началась с конца 2017 года. И это уже дало свои результаты. В настоящее время, как мы с вами видим, ситуация выровнена. Жалобы перестали поступать. Данная ситуация достигла своего результата в связи с тем, что были все-таки установлены новые контейнерные площадки, переустроены старые площадки и места проездные были демонтированы. Договор на вывоз мусора должны заключить все жители того или иного частного сектора. Стоимость за эту услугу варьируется от площади жилья. Например, житель Малаховки Константин Чуланов платит за уборку мусора около 250 рублей. Контейнерную площадку у них установили с конца лета прошлого года. Единственное, что могу сказать, конечно, она установлена, где Петропавловский парк. И Петропавловский парк, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки сотрудники обратили, что кидают иногда пакеты за контейнерную площадку или собаки разносят, кошки разносят. Вот, конечно, прилегающую территорию, чтобы тоже обращали внимание. А так, в принципе, мы, жители, очень довольны то, что сделали для нас. По сравнению с прошлым годом, по словам сотрудника Госаднотехнадзора, стало намного чище. Но все равно без нарушений тоже не обошлось. Сейчас мы с вами находимся на Красковском шоссе. И вот выявили наличие переполненной контейнерной площадки. Сейчас мы с вами видим, что производится работа по уборке и вывозу мусора. Вот эта контейнерная площадка, она предусмотрена для сбора и накопления мусора с данного частного сектора. То есть определенное количество домов. В связи с тем, что эта контейнерная площадка находится рядом с проезжей частью, то, скорее всего, жители, которые не имеют договоров на вывоз мусора, везут сюда. И вот она переполняется. Договора на вывоз мусора нет, но отходы все равно выбрасывают. Для таких жителей предусмотрено наказание в виде штрафа от 4 до 5 тысяч рублей. А за ненадлежащее состояние контейнерной площадки от 50 до 150 тысяч. Но это уже вопрос не к жителям, а муниципалитету, либо организации, которым они переданы на обслуживание. Если жители пускают на свою территорию, соседи выкидывают им мусор, вот им понравится этот вопрос, так же и с муниципальной землей. Если каждый житель будет заключить договор, то будут просчитаны нормы накопления отходов, будут надлежащим образом обустроены контейнерные площадки, будут достаточное количество контейнеров, и уже переполнения, какое мы с вами видели, его не будет. Отмечу также, появилось нововведение. Сейчас часть полномочий в области чистоты и порядка переданы административно-техническим комиссиям, которые основаны на базе администрации муниципалитета. Александра Томей, Мария Антонова, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.